Ржавая вода в квартирах, дома разваливаются, крыши текут. Коммунальные службы выполняют свои обязанности и не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Не вода, а зеленая жижа. Жители Новоалтайска годами мучаются от некачественной воды. Если такую воду, я думаю, если жиж сам показать, они ее пить не будут. То, что пить, ну и мысль, наверное, есть раз. Ресурсоснабжающая организация проблему глобальной не считает. Можно такую воду с повышением железа пить? Насколько это безопасно? Ну, она на грани, я еще раз повторю. То есть она, если даже и превышение, то это чуть-чуть. Вы только представьте, что мы, жители Барнаула, покупаем в магазинах бутылированную воду, чтобы попить, приготовить еду, помыться. Слава богу, этого не происходит. Если мы и покупаем воду в магазинах, то только для того, чтобы ее пить. В отличие от жительного Алтайска, которые скупают воду литрами, потому что из-под крана у них бежит непонятная жижа. Вот эти билдрамы чистят каждую неделю, можно сказать. Вот что мы набираем. Если такую воду, я думаю, если жижцам показать, они ее пить не будут. Кто, что пить, ну и мысль, наверное, есть раз. Грязь, силовые отложения, непонятного цвета слизь. Глядя, в каком состоянии вода, аппетит исчезает сразу. Рум-тур по котельной для нашего телеканала провело одно из новоалтайских ТСЖ. Показать, что пьют жительного Алтайска, а фильтры не спасают. И это при том, что чистят их каждый месяц, а то и чаще, порой, каждую неделю. А вообще, если бы все в порядке было, как часто? Его не нужно очистить, его там периодически, может, раз в полгода для профилактики. Нужно бы так протереть, прочистить, как говорится, и все. А в чем это? Это ржавчина или что это за смесь такая? Вот это все, вот это все, да, после того, как поставили фильтр, вот это все мы увидели. И когда мы сняли часть вот колец, то есть сейчас фильтр не в полной коабликтации стоит. Если он будет полный, у нас котельная встанет. От плохого качества воды страдают и жители многоэтажек, и жители частного сектора. Меняешь ненадолго, она забивается сразу, и вся вода опять проходит через вот эту субстанцию. То есть она постоянно желтая. Сейчас вот это в бутылке вода, это отстойная вода. Вот вы видите, что творится. Это из крана вода. Обычный чайник. Всегда воду кипятим. Вот посмотрите, какая у нас тут. Вот это просто мы кипятим воду. То есть у нас питьевая вода, которая вяжет из крана, она абсолютно не предназначена для питья. Большая примесь и ржавчины, и запаха. Воду покупаем бутылированную, другому никак. А сколько тратите ежевесечно на воду? Явно ее покупаете. Ну, одна бутылка в пределах 60 рублей, 120 если это, то в пределах 3-4 тысяч на воду мы тратим. Плюсом еще 500-800 по квитанции за воду, питьевую. Кстати, в конце октября наш телеканал уже рассказывал о ржавой воде в районе Новоалтайского микрорайона «Стройка». Тогда люди говорили не только о косметическом дефекте воды, но и о потенциально опасных свойствах. У одного ребенка даже соседка рассказала, не могли понять, на что аллергия, а он из-под крана воду пьет. И нашли, что вода, куда-то образцы воды увозили в Новосибирск. То есть как бы примеси. А аллергия в чем проявлялась? Ну, сыпь. Да, у ребенка сыпь, плюс говорит, что отдышка. Представители обслуживающих компаний и руководители СТСЖ куда только не обращались, чтобы повлиять на Новоалтайский водоканал. Заявление от всех собственников писали мы. Вы куда писали? В Роспотребнадзор ходила я, в Барнаульске. Они сюда все перекинули. Сюда приезжали к нам комиссии, сказали, что все хорошо, железа только много. Директор Новоалтайского водоканала пояснил, что воду Новоалтайск берет не из реки, а из-под земли. Отсюда и повышенное содержание солей железа и солей марганца. Соль и железо. Соль и железо и все. Да, да. Новоалтайская вода, она прекрасная. Мы пьем из-под края. А можно такую воду с повышением железа пить? Насколько это безопасно? Ну, она на грани, я еще раз повторю. То есть она, если даже и превышение, то это чуть-чуть. Вот. Ну, если есть желание, значит, люди устанавливают фильтры. На грязную воду в квартирах влияние оказывают и внутридомовые сети. Это уже ВОЧ, НАУКА и ТСЖ поясняют в водоканале. Сейчас администрация города выясняет, какое звено не справляется с работой. Когда мы установим, на чьей границе балансовой принадлежности произошел вот этот залповый сброс некачественной воды, мы можем установить тогда организацию, которая за это отвечает, и, соответственно, принять какие-то реальные действующие меры, чтобы люди, наши жители не сталкивались с таким фактом, как грязная вода в кране. Власти также поясняют, что грязная вода в кране не носит системный характер, однако проблема реально существует. И решить ее сможет строительство нового водозабора с современными системами очистки. Его стоимость в районе 300 миллионов рублей. Кстати, зачатки водозабора в городе уже имеются. Его начали строить лет 7 назад. Был проект, он реализован частично, процентов на 70. Но его законсервировали, и уже 7 лет назад к нему никто не подходит. Сегодня мы оформляем заявку на изменения в проектную часть данного объекта. То есть мы вносим изменения, потом на основании этих изменений будет посчитана какая-то смета, которую нужно потратить, чтобы достроить этот водозабор. Порядка 3-5 лет уйдет на то, чтобы решить проблему с водозабором. Если же его не построить, то темпы строительства нового жилья в Новоалтайске сойдут на нет из-за нехватки воды, поясняют власти. А что касается сегодняшней непростой ситуации с водоснабжением, то коммунальные юристы советуют людям не ждать светлого будущего, а отстаивать права сейчас. Например, за свой счет заказать независимую экспертизу воды. Соответственно, уже после того, как будет зафиксировано несоответствие той воды, с позволения сказать, которая сейчас поступает, и уже эксперты скажут, можно ли ее назвать, соответственно, питьевой, и вот тогда уже можно ставить вопрос ребром уже и как ресурсоснабжающая организация, которая вот поставляет такого рода ресурс, несоответствующий по качеству и несоответствующий требованиям. И уже, соответственно, в дальнейшем уже обращаться в компетентные органы. У нас в данном случае надзор осуществляет прокуратура. Если экспертиза покажет, что вода не соответствует критериям питьевой, жители Новоалтайска смогут рассчитывать на подвоз качественной воды. Если администрация его не организует, жители смогут с результатами экспертизы обратиться в суд. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok